У нас следующий спикер Ольга Фомичева, менеджер компании Marillion, партнера сегодняшней конференции. Доклад Ольги, как грамотно провести регламентацию процессов перед автоматизацией. Добрый день, меня зовут Ольга. На сегодняшнем мероприятии я представляю компанию Marillion. Компания Marillion это независимая российская компания, которая продолжает российскую практику международной консалтинговой компании Мазар. Наша компания предоставляет профессиональные услуги в области аудита, аутсорсинга бухгалтерского учета, налогового и юридического консультирования. У нас есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. На данном слайде можно увидеть немного статистики о работе нашей компании. Я являюсь руководителем группы по расчету заработной платы и кадровому администрированию. В 2020 году наша компания своими силами и силами стороннего разработчика создала программный продукт, который представляет собой автоматизацию некоторых кадровых процессов. Я входила в состав рабочей группы и сегодня немного расскажу вам о важном этапе, который предваряет автоматизацию. Это регламентация бизнес-процессов. Что такое регламентация бизнес-процессов? Регламентация бизнес-процессов – это создание неких нормативно-методических документов, описывающих последовательность операций бизнес-процесса и порядок взаимодействия исполнителей этих операций. Для чего нужна регламентация при автоматизации? Во-первых, она нужна для того, чтобы собрать весь имеющийся в организации опыт и знания по нашему направлению, по процессу. Во-вторых, собранные знания и опыт нужно проанализировать и попробовать найти пути оптимизации. Затем все эти оптимизированные собранные знания обобщаются и оформляются в некий документ, который будет являться частью технического задания для разработчиков. Далее, уже по ходу автоматизации данный документ можно будет использовать для того, чтобы контролировать ход автоматизации и отслеживать исполнение каждого элемента процесса по регламенту. Пару слов о нашем программном продукте, который создала наша компания. На этом слайде более подробно описано, что она себя представляет, но если в двух словах, то это онлайн-платформа, которая автоматизирует взаимодействие сотрудника и кадровых, и бухгалтерских служб компании. Процесс, на примере которого я сегодня буду рассказывать о регламентации, это очень простой процесс, но эта простота позволит нам сегодня в короткое время рассмотреть все важные этапы и элементы регламентации. Процесс, о котором мы будем говорить, это создание в бухгалтерском учете документа по отпуску сотрудника. Такой очень распространенный и известный процесс в кадровом делопроизводстве. На данном слайде вы можете видеть, как это выглядит у нас в нашем программном продукте. Это скриншот с личного кабинета сотрудника, на котором запускается, в общем-то, этот процесс. На этом слайде можно увидеть, как выглядит окно нашего запроса, запуска нашего процесса в развернутом виде. Это чисто такие информативные слайды. Ну и далее мы переходим к этапам регламентации. Первый важный этап регламентации – это создание рабочей группы. В рабочую группу должны входить человек, который будет писать регламент. Желательно, чтобы это был аналитик, профессиональный аналитик. Если он у вас есть в компании, отлично, это должен быть он. Если аналитика нет, это может быть любой сотрудник, который умеет и имеет опыт написания нормативно-методических документов. Далее в состав рабочей группы должен обязательно входить профильный специалист по процессу. Как правило, это руководитель профильного отдела. Человек, который имеет опыт в данном процессе, сталкивается с ним каждый день, и который может собрать статистику по процессу. Желательно включить в рабочую группу, желательно, если есть такая возможность, технического специалиста по программному обеспечению, которую вы планируете использовать. Почему это важно? Потому что участие такого специалиста в сборе информации, в регламентации поможет вам собрать и включить в регламент именно ту информацию, которая нужна для конкретного ПО. Следующий этап – это сбор информации по процессу. На этом этапе необходимо провести интервью с профильными специалистами, которые работают с данным процессом на ежедневной основе. Это руководитель отдела, это профильные рядовые специалисты. Необходимо попросить их детально и тщательно описать, что они делают, как они делают, в какой последовательности. После того, как информация собрана, очень важно произвести сверку полученной информации от разных источников и выявить все противоречия, а не состыковки, которые вполне себе могут быть. И затем привести нашу информацию, наши данные к общему знаменателю, к общему виду. Также на данном этапе необходимо определить владельца процесса. Кто такой владелец процесса? В общем понимании владелец процесса – это лицо, которое несет ответственность за получение результата процесса. И обладает полномочиями для распоряжения ресурсами для выполнения этого процесса. В нашем более узком контексте мы можем говорить о пользователе информационной системы, который будет иметь доступ ко всем объектам нашей информационной системы и который будет контролировать качество выполнения процесса. То есть нам желательно при автоматизации определить человека, который будет обладать администраторскими функциями в готовом программном продукте. Желательно определить это уже сейчас. Следующий этап – это определение ключевых элементов процесса, вход и выход процесса. Что такое вход? Вход – это объект бизнес-процесса, который запускает, инициирует бизнес-процесс, без которого процесс не будет запущен. В нашем случае это заявление сотрудника в цифровом виде, это уже заявка, запрос на отпуск. А какие параметры входа нужно определить и прописать? Во-первых, минимальная информация, которую должен содержать вход, элементы, без наличия которых процесс не запустится, и объект не будет полноценным. Мы видим, какая минимальная информация была необходима в нашем случае. Также необходимо продумать и прописать варианты входных данных для нашего процесса. Также необходимо прописать ограничения, которые могут быть. В нашем случае ограничения относятся к датам. То есть, допустим, даты не могут относиться к прошлому или ранее, чем определенный момент в будущем. Также на данном этапе мы определяем выход процесса. Выход – это ожидаемый результат нашего процесса. Мы определяем и описываем, что конкретно мы должны получить на выходе, какой должен быть результат. Ну вот в нашем случае это отражение в бухгалтерском учете. Отпуск. Следующий этап регламентации – это определение участников процесса и их ролей. Участники – это лица, взаимодействующие в ходе выполнения процесса. Мы должны прописать всех участников, всех лиц, которые взаимодействуют, и установить их роли. Роль – это то, что конкретно делает каждый участник. Ну вот как на нашем примере, они все прописаны. Сотрудник, менеджер, кадровый специалист. Написано, что конкретно они делают. Что важно для автоматизации на данном этапе? Во-первых, определить количество возможных участников на каждом этапе. Это может быть там 100 сотрудников, 10 менеджеров, сколько-то кадровых специалистов. Важно продумать варианты развития событий в случае, если какой-то участник будет отсутствовать. Ну мы знаем, что это бывает, когда он уходит в отпуск, заболел. Чтобы у нас не было стопа в процессе, нужно сразу предусмотреть заменяющих участников, их включить обязательно в список. Что важно еще, это предусмотреть возможность включения внешних участников в процесс. Что такое внешний участник? Внешний участник – это не сотрудник компании. Ну, как мы знаем, обычно программное обеспечение, которое используется в компании, для создания учетных записей пользователей, использует базу данных сотрудников компании. Это как бы кадровый список, который есть в 1С. Поэтому, если на каком-то этапе в вашем процессе есть необходимость подключения не сотрудника компании, сторонника, ой, сотрудника сторонней организации, а либо любого внешнего участника, необходимо это прописать и упомянуть в регламенте, чтобы разработчики могли сразу предусмотреть нужные алгоритмы для создания учетных записей для таких пользователей и включить их в процесс. Следующий этап – это описание шагов нашего процесса. Здесь нужно последовательно прописать, кто, что конкретно делает и какие варианты развития событий у нас есть. В нашем случае это сотрудник создает заявку, менеджер ее рассматривает, одобряет либо отклоняет, передает на следующий этап и так далее. На что нужно обратить внимание, что важно для автоматизации именно на этом этапе. Во-первых, нужно предусмотреть уведомления участников о результатах прохождения этапа процесса. Обычно, ну, как мы знаем, наверное, уведомления, для уведомления используются сообщения электронной почты. Вот, и поэтому мы прописываем эту необходимость здесь. Также необходимо в этом уведомлении предусмотреть место для информирования о причинах непрохождения этапа или о возникших сложностях для того, чтобы участник, который инициировал, допустим, процесс, мог устранить эти проблемы. Также здесь можно предусмотреть какую-то дополнительную информацию для участников для корректного прохождения этапа, для принятия правильного решения. Какая может быть информация в нашем случае? Например, менеджер принимает решение по отпуску, он может посмотреть, сколько там у сотрудника дней неиспользованного отпуска, чтобы понять, имеет ли он вообще право этот отпуск. Ну и что-то подобное. Также на данном этапе нужно определить способы передачи информации и носителей информации. Тоже все это прописать. Как мы можем передавать информацию? Устно, письменно, по электронной почте? При помощи какого носителя? Это может быть бумажный носитель. Если сейчас бумажный, так и должны прописать. Если используется электронная почта, значит так и прописываем. Обязательно подробно перечисляем все способы передачи информации. Следующий этап. Утверждение форм документов, используемых в процессе. Обязательно в любом процессе используются какие-то документы. В нашем процессе документов было не так много, но их может быть больше в вашем процессе. Но сколько бы их ни было, их нужно обязательно оформить либо в текстовом редакторе, либо в Excel и включить в приложение к регламенту. Это необходимо, потому что разработчики будут использовать как общие формы этих документов для того, чтобы переносить их в цифровой вид, так и переносить прямо аналогично поля этих цифровых документов для того, чтобы создавать поля для ввода данных. Поэтому список документов должен быть утвержден, образцы документов должны быть в приложении к регламенту. Следующий этап, который, наверное, присущ для автоматизации, именно для регламентации при автоматизации, это сбор метрических данных процесса. Разработчики обязательно придут к вам за метрическими данными. Если каких-то данных им не будет хватать, то они обязательно к вам обратятся. Но удобно уже знать о том, что они понадобятся, и на этапе сбора информации и создания документов включить и измерить все метрики. Что можно и нужно измерить? Измерить нужно все, что можно подвергнуть количественному измерению в вашем процессе. Это может быть, как в нашем случае, общее количество участников. Это необходимо для определения количества пользователей и нагрузки на систему. Общее количество возможных запросов за единицу времени. Минимальное и максимальное. За такую или иную единицу времени. Опять-таки же загрузка системы. Количество времени, необходимое на прохождение всех этапов процесса. Минимальное и максимальное. И так далее. Определение. Следующий этап – это определение ресурсов, необходимых для процесса. В любом процессе используются ресурсы. Ресурсы могут быть информационные, материальные, временные, информационные. Они обязательно будут в вашем процессе. Может быть, в нашем случае было не так много ресурсов, но они тоже обязательно были. Вот на этом этапе нужно подумать и создать перечень всех возможных ресурсов, которые используются в вашем процессе. Ну, допустим, в нашем случае это обязательно был интернет, электронная почта, сканер, база данных 1С, данные бухгалтерского учета. Это все ресурсы. В том числе временные. Временные ресурсы мы также включаем в перечень наших ресурсов. Следующий финализирующий этап – это уже создание и согласование регламента, готового документа, который мы обязательно должны согласовать. Здесь очень важно дать регламент на обзор рядовым профильным специалистам. Понятно, что у руководителей много опыта, но, тем не менее, профильные рядовые специалисты могут знать какие-то нюансы, какие-то мелкие детали, которые порой могут иметь ключевое значение, могут что-то исправить в процессе, обратить на что-то внимание. Поэтому здесь тоже нужно выделить на это время и получить мнение рядовых специалистов. В какой форме можно оформить регламент? Регламент можно оформить в любой удобной, в любом удобном для вас виде. Это может быть таблица Excel, это может быть текст с пунктами. На этом слайде у нас такой кратенький пример части нашего регламента. Как он выглядел? Ну, я не буду идти по пунктам. В принципе, презентация потом будет доступна, можно будет посмотреть. Но в любом случае общие рекомендации таковы, что любой регламент, помимо оформления в текстовой таблице или в тексте с пунктами, желательно сопроводить наглядным изображением в виде блок-схемы. Потому что это очень известный, удобный, простой для восприятия способ изображения любого алгоритма. Поэтому рекомендуем обязательно сделать такую схему и включить ее в ваш регламент. Что-то не работает? Возможные ошибки. Кратенько об ошибках, которые бывают в процессе регламентации. Во-первых, недостаточность или недостоверность собранных данных. Это вообще критичная ошибка и очень важно постараться ее избежать. Почему? Потому что внесение изменений в процесс на этапе разработки ПО это очень дорогостоящий, трудозатратный момент. То есть на этом этапе очень важно собрать самую точную информацию, которая только возможна, для того, чтобы избежать дальнейших исправлений. Вторая частая ошибка это выделение на процесс регламентации недостаточного количества времени. Но надо признать, что регламентация это такой процесс, который требует вдумчивого подхода и нужно обязательно заложить достаточное количество времени и экономить здесь нельзя. Но нужно это понимать. Бывает так, что слишком мало времени закладывают. И третья встречающаяся ошибка это излишняя формализация, когда создается огромный документ, представляющий собой большое количество текста, загровождение деталями, который сложно воспринимать, в котором сложно разобраться. Поэтому очень важно приложить усилия к тому, чтобы максимально сократить количество текста. Сделать текст простым. Например, можно не использовать сложно сочиненное и сложно подчиненное предложение. В ней использовать большое количество эпитетов или там описательных прилагательных. Регламент должен быть балконичный, понятный, читабельный и простой для восприятия. Ну и переходим к заключению. Кратенько пройдемся по основным пунктам моего сегодняшнего выступления по тому же, о чем я сегодня вам рассказывала. Во-первых, регламентация бизнес-процессов это важный предварительный этап любой автоматизации, на который нужно заложить достаточное количество времени и выделить квалифицированных специалистов. Для составления регламента необходимо определить ключевые элементы процесса. Это вход и выход процесса, участники и их роли, этапы и владелец процесса. Для составления регламента очень важно качественно собрать информацию. Для этого нужно провести интервью как с руководителями, так и с рядовыми специалистами. Оформление регламента в документ может быть сделано в любой форме. Таблица текст с пунктами. Желательно дополнить регламент наглядным изображением в виде блок-схемы. И последний пункт, очень важный. Если есть такая возможность, конечно, очень желательно желательно прислушиваться к мнению и подключить технического специалиста ППО, который планируется использовать. И консультация такого специалиста поможет включить в регламент всю информацию, которая необходима будет для автоматизации, даже если ни профильному специалисту, ни аналитику такая необходимость не будет очевидна. Спасибо большое. Если есть вопросы, я готова ответить. Да, коллеги, вопросы. Ольга, у меня к вам несколько вопросов. Кто в вашем случае лидировал описание данного регламента и внедрение системы, которая... Что-что-что? Кто лидировал в вашем случае описание регламента и внедрение системы... У нас была рабочая группа, у нас был штатный аналитик, который вел проект. Вот опираясь на то, что рассказывала Мария выше, я просто хотела понять, как это у вас организовано. Да, у нас был штатный аналитик, который... В вашей группе? Да, профессионал, который занимался организацией всего этого процесса и, в общем-то, оформлял в результате документ-рекламент. И вопрос. Был ли опыт у вас описания процессов, где задействованы кросс-функции? Какие сложности в этом случае вы выявили? Каких функций? Кросс-функций. Когда это процесс не в одном подразделении, а когда это касается нескольких подразделений? Ну, к сожалению, нет. У нас в нашем случае, как я рассказывала, у нас наш программный продукт, он именно касался кадрового функционала, кадрового отдела. Поэтому у нас достаточно такое узкое было направление. Поэтому кросс-функций как таковых не было. К сожалению, не смогу с вами поделиться. Да, и последний вопрос. Есть ли какой-то стандартный рудмэп вот в примерных сроках, как выглядит вот эта схема описания регламента? Какой блок должен быть больше, какой должен быть меньше? Вот вы говорили о том, что важно уделить этому время, хочется понять части. Скоро информации самый большой блок. Самый большой блок. Вот наш проект, который, в принципе, не так много процессов мы описывали, да, но тем не менее мы складывали 4 месяца на работу, и в результате все равно получилось так, что понадобилось больше. То есть самый крупный, самый блок, самый большой объем работы это именно сбор информации, ее проверка. 4 месяца на все или только на сбор? На все. Да. Спасибо, Олька. Слушайте, ну здорово на самом деле, когда 4 месяца работы по сбору информации о процессе. Это все, но мы создали все задания для разработчика. То есть я не говорю, что здесь только был регламент. Здесь у нас были какие-то дополнительные блоки. То есть в целом у нас на это время, за это время создавалось техническое задание в таком полноценном виде, уже там с изображением того, что мы хотим и так далее и тому подобное. То есть финальный результат, который мы передали в работу. Да, спасибо. И тем не менее, вот тот объем времени, который тратится обычно на сбор информации и на регламентацию, когда он в итоге материализуется в таком ванпейдже, который легко считать, просто понять, это приятно наблюдать всегда. Потому что тема регламентации, я ждал этого доклада, думаю, что уже будет. Да, тема регламентации это холиварная тема давняя. Я знаю компании, одна из них, это алкогольная сибирская группа, у которой у менеджеров и у сотрудников при произнесении слова регламентация холодок прям по спине. А здесь действительно это целесообразно, это лаконично, это здорово, это будет работать. И по первому слайду не могу держать в себе, когда вы показывали вот эти кнопочки для сотрудника, когда вот просто можно нажать хочу в отпуск и там тебе все будет. Не раньше, чем через 5 дней, но автоматически. Вот это очень классная история, когда вот этот подход к разработке пользовательских приложений, который уважает клиентский опыт, пользовательский опыт, переходит в бизнес-среду. И это становится таким удобным приложением для сотрудника по работе в организации. Вот это очень здорово. Коллеги, какие есть еще вопросы? Денис, у меня еще дополнение. Я предложила делиться в начале встречи инсайтами. Я для себя зафиксировала следующее. Спасибо Ольге. Поскольку участвую периодически во внедрении новых систем, в которые мы закладываем наши процессы, я для себя точно отметила, что мы не всегда делаем нужный и должный акцент метрическим данным процесса. Вот за это спасибо, потому что прям вот в голове всплывают темы скорости, временных лагов и так далее. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги. Да, есть вопросы. Есть вопросы. Да. Ольга, спасибо большое. Меня зовут Лидия, специализированный застройщик Сенаро Девелопмент. Я хотела на самом деле этот вопрос задать еще Марии, но я думаю, в перерыв задам обязательно. У меня вот какой вопрос. Какой у вас, ну как вообще вы боролись с сопротивлением сотрудников? Это вообще постоянная такая проблема, когда сотрудники не хотят внедрять ничего нового, не хотят участвовать в этих рабочих группах. Вообще было ли у вас такое? Ну, откровенно говоря, скажу, что я не сталкивалась с сопротивлением. Не было, да? У нас нет. Значит, все хорошо у вас, действительно. У нас не было сопротивления. Ну, во-первых, о каком сопротивлении вы имеете в виду? Сотрудников, которые принимают участие в рабочих группах? Да, конечно. Сотрудники, которые вообще являются, в принципе, и участниками процессов, в том числе, а зачастую и владельцы процессов, процессов, о чем говорил Денис, когда у них бежит холодок. Нет, ну действительно, у сотрудников все в порядке, у них все нормально. Да, они живут, они работают. Ну, зачем вот это вот все? Да, вот пришли и спрашивали. Мой личный опыт. Жили себе спокойно, да? С готовностью, с интересом, на самом деле, к новому проекту относили все участники. Я не могу сказать, что было какое-то сопротивление. Наоборот, у нас был энтузиазм, нам было интересно делать такой проект. Никакого сопротивления. Наоборот, мы с удовольствием встречались, чтобы создать что-то новое, что-то значимое для работы нашей компании. Поэтому, ну, может быть, просто у нас такая рабочая среда. Вот. Спасибо за вопрос. Спасибо, Ольга. Спасибо, коллеги. Давайте поаплодируем. Спасибо.